Господь святой Господь святой На моих устах Хвала тебе Господь святой На моих устах На моих устах Хвала тебе Господь святой Господь святой Поклоню тебе Поклоню тебе Ты достоин славы Всех Я в руке твоей Поклоню тебе Ты достоин славы Ты достоин славы Твоего Всегда будет Святой Твоё святое имя Господи Что бы ни случилось Отец Ты всегда для нас Святой Вечной и праведной Аллилуйя Мы молимся во имя нашего Господа Иисуса Христа И весь народ Аминь Слава Господу Спасибо музыканты Откаживайтесь Любви Я приветствую всех Кто Смотрит нас Снова Онлайн И на телекомпании ТБН В интернете В разных сетях Для меня Большая радость Что после многих Передряг Мы снова в эфире Ох С нами что-то борется Не знаю зачем Кстати Не понимаю Зачем Но мы Мы знаем В кого мы веровали Мы знаем Во что мы Кто мы Мы знаем что Мы церковь которая Проповедует Евангелие Иисуса Христа И на На этой неделе На прошлой неделе Мы ездили группой Наших ребят Из церкви Очень прошу Выключить эту штуку Она мне очень мешает Вот позаботьтесь Вот выключите эту штуку И Мы ездили с группой Наших ребят В Швейцарию Снимать фильм О реформации Для меня принципиально Важно Знаете Вернуться всегда К историческим реалиям Проблема в том Что часто Служители Пасторы Они вот как-то увлекаются Духовными вещами Но не обращаются назад Не смотрят Что было раньше Как все происходило И к сожалению Поэтому рождают Всякие какие-то Умозаключения странные И так далее Потому что не понимают Что в истории Уже многие вещи происходили И наоборот Нужно вернуться назад Чтобы увидеть Почему Вот результат В обществе Или в церкви Сегодня тот или иной Ну сейчас я вам объясню Более скромно Спокойно Когда ты смотришь Что-нибудь про Швейцарию Какие-то программы Орел и Решка Там ездят Туристические программы Вот эти вот мажорные Парень с девушкой Живут там где-то И вот они все О Швейцария О страна О какие машины О какие часы О какой сыр Какая инфраструктура Какая забота О пожилых людях Я хочу задать Один вопрос Почему Люди спрашивайте Почему так Почему самая нищая страна Европы в средние века Тысячи лет назад Стала одной из самых богатых И почему кстати А страна Самая богатая по ресурсам Такая как Россия Одна из самых нищих Вот тоже надо задать вопрос Почему И я отвечаю На этот вопрос В этом фильме В документальном Кстати благодарю всех Кто пожертвовал Специально этот фильм Он выйдет у нас К Новому году Примерно Я хотел его снять Он не исторический фильм Фильм документальный О современной Швейцарии И моя мысль такая Моя В которую я хочу донести Которую не видят Не видят может быть люди в упор Что там была реформация Реформация в 16 веке То есть люди Священники Служители католической церкви В то время Они стали Обратились свои сердца к народу И стали учить народ Библии И Алисков в нашей стране Наоборот сказал Наш народ крещен Но не просвещен Люди так и остаются Нереформированными Они вроде как христиане Внешне Но они не реформированы С точки зрения Евангелия А вот там было наоборот Люди сказали Непринципиально важно Иконы Непринципиально важно Обряды Принципиально важно Чтобы люди жили в соответствии С Евангелием Именно тогда Такое слово есть Аннабаптисты Их называют Исторические Ну справочники На самом деле мне это слово не нравится По немецки звучит Тойфер Тойфер это крестители То есть впервые стали говорить о том Что церковь Это люди Которые живут в соответствии с учением Христа Они вернулись к ранней церкви Пониманию ранней церкви То есть не может быть нация христианской Они говорят Такого быть не может В природе не может быть Очевидно Потому что люди живут Если как звери То соответственно Они не могут быть христианской нацией Но Есть люди Внутри любой нации Которые Следуют за учением Христа И в том только случае Можно вот этих людей называть церковью Вот об этом обо всем я снимал фильм К удивлению своему Я Мы брали интервью Слава Богу вот Хорошо помогли ребята Которые с нами были Это Влад Пикин Сын Федора Пикина Это Лада Казинец Юля Ермошина Которая везде всегда Она как Дух Святой В одно и то же время Сразу в разных местах Только с одной разницей Когда ты Дух Святой зовешь Он приходит А Юля нет Так вот И мы И мы делали вместе фильм Брали интервью У простых швейцарцев У разных И было видно Их мышление Хотя они сами не связывают Свою историю Своей страны С реформацией напрямую Но мышление видно В их интервью В разговорах К моему большому удивлению Огромное количество швейцарцев Пацифисты То есть люди Которые мыслят Идеями пацифизма Учением Христа Что война сама по себе Это плохо То есть война не может быть хорошей Как таковой Но люди Отравлены Вот этой знаете Патриотической темой Которой всегда Вот опять Какая-то Милитаристическая тема В странах накачивается И к сожалению Многие христиане этим болеют К сожалению Вот в городе Бор Например Недавно поставили Макет атомной бомбы И вот у нас рядом И люди не понимают Что это ненормально Понимаете Собираются на 9 мая Смотрят все это Знаете Ну танки, пушки Мы уж как-то к ним привыкли Ну ладно Вторая мировая была Отцы там наши погибли Еще как-то Можно как-то объяснить Что у нас это На Нижегородском заводе Производилось Но гордиться уже Атомной бомбой Которую поставили Показать Ага-га Мы вот если что Еще ляпнем по кому-нибудь Это ненормально Это ненормально Что-то происходит с людьми И христианство Это всегда мир Это всегда проповедь мира Это никогда не твоя Знаете Твоя моя церковь Самая лучшая Это всегда разговор Не христианство Разговор христианства Это мир Разговор христианства Давайте не воевать Давайте найдем язык Примирения Вот о чем говорил Христос Этот язык нужен нам И в семьях И в нациях И не знаю где В народах Везде Нужен этот язык К сожалению На нем сегодня Мало кто говорит Этот фильм выйдет к Новому году Поэтому посмотрите Мне будет самому приятно Вдохновитесь Спасибо всем жертвователям Кто жертвовал На этот фильм Вот такая Такая была поездка У нас Хорошая Потом После Следующий момент На что хотелось Обратить внимание Что у нас 25 лет На следующей неделе Мы празднуем 25-летие нашего служения Ну как всегда Уже есть недоброжелатели Я уже привык У меня уже иммунитет Тем более сейчас интернет Позволяет Такие гадости писать Что не в сказке сказать Не слух произнести Мне уже там на этой неделе Только гадостей написали Больше чем позитива И ну как всегда Деятели религиозные Почему-то пишут От этого более отвратительно Потому что Иисус Больше всего Вступал в конфронтацию Если посмотрите Именно с фарисеями С религиозными людьми Не с атеистами Именно Религиозные люди Всегда опасны Когда они Не зная Евангелие Духа Христова Постоянно пытаются Доказать тебе Что ты не прав И причем прибегают К насилию К оружию К обзывательствам И так далее И я привык И вот какой-то уже деятель мне написал Вступиться Вы празднуете 25 церкви лет своей Ты что не знаешь Что на Руси Церковь уже существует Тысячу лет Ты типа выпрыгнули Вы тут вот 25 лет назад Я не стал писать А в ответ Но хочу вам заявить Почему я об этом говорю Чтобы у всех было понимание Дело в том Что если ты идиоту отвечаешь Идиот обязательно спустит тебя На свой уровень И там задавит тебя своим опытом Поэтому лучше не связываться Но я подумал интересную мысль Вот люди так мыслят Они никак не поймут Что мы празднуем Наши общины Нашу общину Которую мы начали Как служители церкви А церковь Иисуса Христа Существует даже не тысячу лет А две тысячи лет И знаете Глупо было бы Вот семейная пара Здесь вот девушка пела Она вот в браке Да кстати две девушки Они в браке около года Обе И они празднуют Год своей семьи И представьте Я бы в интернете написал Тупицы Вы чего празднуете Человечество Вы чего перепутали Год всего что ли Человечеству тысячелетия А вы тут понимаешь Выпрыгнули И вот празднуете Рождение человечества Нет Мы рождение празднуем Своей семьи А не человечества Так же и тут Мы празднуем Праздник нашей семьи Под названием Посольство Иисуса Нашего служения Причем было время Когда оно называлось Не посольство Иисуса Девять лет называлось Церковь Пажить Евангельская церковь Вот на нашей земле Это мы празднуем Но мы верим Что мы часть Мирового христианства Который существует Тоже не тысячу лет Как мне этот оппонент написал А две тысячи лет Вы тоже целое тысячелетие Где-то потеряли А мы вернулись К старому доброму Евангелию Который будем читать Который меня вдохновляет Который дает жизнь Который дает прощение Надежду и вечность И сегодня будет мое слово О котором я с которым буду делиться Называется Им нужна только твоя душа Господь благослови сегодня Наше слово Благослови сегодня наше собрание Чтобы твой дух двигался легко Открывал истины твои библейские И мы наполнялись Твоей истиной Твоим духом И твоей жизнью Чтобы мы вдохновлялись Твоим словом И верили в вечность Аминь Итак Мое слово Им нужна только твоя душа Вот такое название За которым уже стоит Некий такой секрет Знаете Интрига Интрига заключается в том Кому нужна наша душа Духовный мир реален Он просто существует Хотим мы этого нет Но люди сегодня игнорируют В силу светскости Атеизма Говорят Да ладно Ничего нет Многие вещи не работают Они просто работают не так Как тебе кажется Но на страницах моего Евангелия Я вижу что Иисус Четко верил в духовный мир И откроем с вами Луки Одиннадцатую главу И откроем с вами Двадцать четвертый стих Лука Одиннадцать двадцать четыре И будем читать Когда нечистый дух Выйдет из человека То ходит по безводным местам Ища покоя И не находя Говорит Возвращусь в дом мой Откуда вышел Вот Иисус рассказывает Такую Какую-то историю Какую-то притчу Я не знаю как ее назвать Он рассказывает Реальность из духовного мира Первое что я вижу Иисус четко верил В нечистых духов Он верил Он знал Что это фактор Сегодняшней жизни Мы можем сто раз Игнорировать этот фактор Но все равно Мы даже видим Невооруженным взглядом Что есть люди У которых четкий Есть отпечаток Нечистого духа Если человек долго пьет То на лице прямо видно Что это печать алкоголизма Есть семьи В которых ты чувствуешь Что действуют Нечистые духи Они не могут примириться У них постоянные разводы Там какая-то демоническая атмосфера Извращения какие-то Есть нации У которых прям Отпечаток на нации какой-то Что Нечистых духов Там достаточно много Приезжая сейчас в Бирму Страну Которую я люблю В которой мы служим Но я не могу отвергнуть того факта Когда ты садишься в машину И ты видишь Я с таксистом Ты едешь У него висят какие-то Фигуры Идолы Боги с лицом Крысы Боги с лицом Слона И все это молится вокруг Какие-то свечки горят И ты понимаешь Что ты находишься В атмосфере каких-то Ну реально нечистых духов Причем это видно даже В экономике Это видно в нищете Это дети Которые сидят с собаками Едят вместе с помойки И ты понимаешь Как-то вот не должно так быть Нечистые духи Я в нашей стране Это частенько вижу Ты видишь что Ну бывает какая-то атмосфера В городах Приезжаешь Разруха Несчастье И ты понимаешь Какое-то влияние демоническое Есть города целые На которых стоит Печать Нечистых духов Я недавно совсем был в Амстердаме И четко могу себе отметить Что ну это демонизированная культура Она влияет на весь город Причем она именно демонизированная Не просто я сейчас как пуританин говорю Это не нравится Это Она просто наполнена нечистотой То есть люди делают татуировки на себе Татуировки в основном Это всегда какие-то демонические сцены Это в себя драконы какие-то поедающие кого-то Это какие-то покойники Скелеты Огромное количество Каких-то черепов Кстати вот недавно Прямо меня конкретная картинка Прямо так торкнула Я иду в Европе И вижу девушка идет в шортах Ну симпатичная Приятная шорт Красивые ноги у нее загорелы И одна нога полностью покрыта черепами Полностью одна И я вот сижу и думаю Ну во-первых глупость вообще Ногу свою истатуировать Ну просто глупость Ну через 30 лет что будет А тем более нарисовать черепа Какие-то мотивы Каких-то зомби и так далее Меня уж только друзья удержали Чтоб я ей вопрос не задал Я не грубый Я никогда грубый не знаю Я всегда говорю Слушай ты смелая дама Хотел спросить Одну я в ресторане спросил Говорю ты смелая Говорю чертей на всю руку нарисовала На всю жизнь говорю Я говорю Даже я не решусь так Будучи взрослым мужиком К чему я рассказываю Нечистые духи Они влияют Это печать в городе Ты ходишь в город Пахнет марихуаной Ты смотришь Проститутки стоят Прямо в окнах Да они вот тебе там что-то машут Причем не от нищей жизни они это делают Это просто культура демоническая Иисус говорит И вот нечистый дух Когда выйдет из человека Во-первых Иисус дает четкую надежду Что нечистый дух Должен выйти Вот люди должны читать Библию Просто нечистый дух Выйти должен Нельзя с ним жить с нечистым духом Как нельзя жить в нечистом теле Долгое время Нельзя носить трусы долгое время Нечистые Их надо снять с себя Так вот Иисус четко говорит Что нечистый дух Должен выйти Мы четко знаем Что когда приходил Христос Всегда нечистые духи Выходили с криком Со всякими там знаете проявлениями Говорили мы знаем Зачем ты пришел И люди понимали Что куда приходил Иисус Туда приходила чистота Туда приходила святость Туда приходила победа Вот все светлое что может быть в человеке Оно приходило от Иисуса Нечистые духи уходили И Иисус говорит Так вот Нечистый дух уходит Он всегда уходит через покаяние человека Когда человек возвращается лицом к Богу, кается по-настоящему со слезами, все, дух нечистый, он не может там жить. Поэтому интересная вещь, когда я вижу, наши люди приезжают на энкаунтер, они переживают там встречу с Богом, освобождение происходит достаточно быстро. Вообще такая Божья интервенция, она всегда, она всегда быстрая, она раз и все. Помните, да все истории, вот все покаяние, я себя помню. Я покурил, сигарету затушил, меня пригласили на ячейку, я сел на домашнюю группу, слушаю проповедь, смотрю на служителя, который рассказывает, он говорит, хочешь покаяться? Я говорю, очень хочу. Я прям помолился, встал и все, я больше не хочу ни ругаться матом, ни курить, у меня свежесть. И я думаю, а что так быстро-то? У меня все ребята, кто на реабилитации рассказывают, ты там раскачиваешься, раскачиваешься, потом пришел в себя, понял, зачем мне эти наркотики, Христос, моя жизнь, раз и все. У многих людей покаяние, раз и все. Даже блудный сын в Библии, вспомните, он рожки ел, ел со свиньями, потом написано, пришел в себя и говорит, что я здесь делаю? И пошел к отцу своему. Все как-то быстро, интервенция Божия приходит и изгоняет бесов достаточно быстро. Для этого есть кровь Иисуса Христа. Вся моя Библия, что я читаю Библию, все проповеди пастора Сезара Касталанаса и других пасторов, она всегда. Кровь Иисуса Христа способна освободить от любого демонического влияния. Мы просто забываем силу крови Иисуса. Когда мы принимаем чашу, мы говорим, это кровь Иисуса. Мы взываем к его крови, к его победе. Мы говорим, твоя кровь победила всякое демоническое влияние. Господи, твоя кровь освобождает меня от всякого влияния. Но история вообще не об этом. Вообще и название, если вы увидите, и история даже не об этом. Давайте продолжение. Смотрите. Нечистый дух выходит из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит. Смотрите интересный дальше сюжет. Нечистый дух выходит, оказывается, после покаяния, после одержимости какой-то человеческой. И он ходит по безводным местам и думает, куда же мне войти? Отсюда мы делаем вывод четкий совершенно, что нечистые духи, они хотят жить в существах живых. Они хотят жить в людях, они опять ищут, кто бы их пригласил. И если человек по своей воле приглашает демонического духа, он приходит к нему так или иначе. Но смотрите, бесы, нечистые духи, они ищут. Эти духи, которые довели человека до алкоголизма, до наркотиков, до криминала, до сексуальных извращений, еще каких-то, до самоубийства, до депрессии. Они, когда выходят, они опять ищут, куда же войти. Я представляю, сколько на наших энкаунтеров выходит нечистых духов. Я даже представляю. Не хочу их визуализировать, но представляю. Они раз в линде сидят, там в линде. И говорят, куда идти, надо кого-то искать. И вот тут дальше трагедия. Смотрите трагедию. И говорят, не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. Они говорят, слушай, пойду-ка я в дом к себе зайду. Посмотрю, как там поживает Вася. Вася на реабилитации был от алкоголизма целый год. Уже год не пьет. И он приходит домой, сидит Вася. И вдруг ему мысль приходит, мысль. Говорит, Вася, ты как раз год не пьешь, пора отметить. Слушай, целый год ты же герой, Вася. И нечистый дух начинает стучаться в этот же дом, из которого его выгнали. Знаете, удивительно, любой вор это знает, любой человек, как правило, занимающийся криминалом, особенно таким вот домушечничеством, он знает, чтобы прийти в чью-то квартиру или в дом, надо сначала постучать, узнать, есть там кто или нет. Нет, меня грабили, мою квартиру вскрывали. И меня не было дома. И люди знали, которые пришли, они постучали, позвонили, и дома никого нет. И вот это трагедия, что приходит этот нечистый дух опять в тот же дом, из которого его выгнали, и говорит, позвоню. Звонит или стучит в дом, он всегда через мысли, всегда через мысли. Дык-дык-дык постучит. Че там у тебя? Ну как там? И причем давит на ту же кнопку, которая была раньше действенная. Вот этот парадокс сегодня, который я говорю, я его не могу объяснить, кроме как духовно. Сколько раз мне рассказывали ребята, кто были там на реабилитации особенно, говорит, в миру жил, наркотики, говорит, уже скололся, мне уж никто не дает. Я говорю, ни денег нет, ни наркотиков нет, мучаюсь, реабилитацию прошел, только вышел с реабилитации старые друганы, и сразу, слушай, у меня сегодня все бесплатно, как никогда. И ты думаешь, и парни рассказывают, как так? Был наркоманом, найти не мог, закончил наркотики, все бесплатно, все для тебя. Привет, как там дома у тебя? Вычищено, убрано. Причем у каждого те же самые кнопки, те же. Удивительно, но дом, и написано в 25 стих, придя, находит его выметенным и убранным. Он приходит в свой дом и смотрит, дом-то чистый, дом-то замечательный. Человек уже в церкви полгода, год, уже два года, три, и дом у него чистенький. Он порядок себя привел, он уже обженился, он уже с детьми ходит в церковь, замечательный. Дом чистый, и надо постучать. Ну как там? Все нормально у тебя? Может, опять к порнографии вернемся? А там, глядишь, опять заплывем по старым дорогам. Или, дружище, знаю, где ты был, давай вернемся по той дорожке. Помнишь, тут времена были? Ностальгия! Вы знаете, ностальгия, это вообще бесовская штука, ностальгия. Она почему-то всегда людей возвращает в лучшие воспоминания своего прошлого. И всегда стирает, что было там плохое. Я не знаю, что это за парадокс, но даже мои дети смотрят, знаете, там, фильмы про Советский Союз, а сейчас же кименатограф так снимет фильм, что даже алкоголик, мужик там в майке сидит в коммуналке, и это так смачно смотрится. И у меня дети говорят, вот бы побывать в 70-х, как в фильме вот в этом, «Любовь и голуби» или в 80-м. Я говорю, слушай, вот кроме вот этой атмосферы красивой, там еще было куча-куча негатива, куча. Только о нем сегодня мы как-то не говорим. Поэтому не надо в эту ностальгию. Вот я сам, например, не был никогда зависимым человеком. Я всегда это повторял, не был, слава Богу. Но у меня была моя кнопка, из-за которой я тоже пришел к Богу. И моя кнопка была, ну, реально депрессия. Вот сейчас такое, знаете, исповедание перед всеми телевидениями, перед всеми, может быть, людьми. Я вообще человек депрессивный. Это действительно проблема. Ты сейчас скажешь, ну как, ты такой вот рассказываешь, так весело себя ведешь. Но почему-то люди, большинство, которые яркие, бывали интересные, они когда остаются одни, у них приходит наплыв мыслей. И я четко осознавал, что это демонические мысли. Я сидел еще в миру, помню, мы сидели за столом с друзьями, там, выпиваем сидим. И друзья знали, Паша сейчас всю атмосферу испортит. Сначала повеселится, а потом скажет, зачем мы живем? Какой смысл вообще пить, бухать, все равно все умрем? И друзья все говорят, слушай, только вот эти разговоры не начинай, там, о вечности, еще о чем-то. В миру я был. Так вот, придя ко Христу, я живу, уже пастор, уже проповедую, уже живу там нормально. А мысли, а вдруг все это зря? А вдруг нет никакого смысла? И знаете, меня, как вот того подростка, который по ночам тянется к порнографии, вот так меня по ночам к книжкам Артура Шопенгауру читаешь. И депрессия прям, а-а-а, а-а-а, и ты опять, все, не буду, не буду, уйдешь, жена уже, прекрати я, все, 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 не читаю. Жена подлавливает, знаешь, как этого алкоголика, который чекушку прячет. Я опять день, я помните, было и времена, купишь книжонку какую-нибудь, раз, опять с этой книжкой сидишь. О, и депрессуешь, и опять безысходность, опять нет смысла, опять еще чего-то. И вы знаете, прошли годы, я освободился от этого духа, я уже пришел ко Христу, все нормально, живу. И вот тот же самый дом, в который стучат, брат во Христе, хороший брат, любящий брат, в магазине шел, купил книжку какую-то заумную, приходит ко мне, говорит, пастор, слушай, я книжку купил, вот как раз какие ты любишь. Во, говорит, на, почитай. Я открываю книгу, начинаю ее читать, и понимаю, со мной разговаривают бесы. Они просто пытаются опять надавить вот на ту кнопку. Они у каждого есть свои кнопки, как у электроника. Понимаешь, чтобы вернуть тебя вот в эти мысли, от которых ты мучаешься. И тогда я как-то вспомнил слова Мартина Лютера, который здорово сказал в свое время. Он говорит, птицы мыслей всегда будут витать над своей головой, но не позволь им свить гнездо в твоей голове, потому что тогда будет очень плохо, очень. И вы знаете, и чем больше я живу, тем больше понимаю, вся битва происходит в твоей голове. Только мысли совершенно разные. Этот стук в твою дверь, чтобы проверить, дома ты или нет, он будет по некоторым направлениям. Он всегда будет, это будут мысли зависти, у кого какие. Кто-то, наоборот, сейчас опять привожу пример себя. Что-то я как-то всегда был независливый человек. Ну, не знаю, не хочу хвалиться, но мне всегда было все равно. Всегда, как ты живешь, ну, живешь и живешь. Есть, Бог что-то дал. Но по мере моей жизни, я замечаю, люди прям мучаются. Они прям страдают. Купил кто-то машину рядом. Я говорю, с братом с одним иду вот так вместе, а другой подъезжает на машине, на дорогой. И мы что-то, привет, привет, пошли, идем. И брат прям рядом со мной. Я говорю, что случилось? Он в одну точку. Ты видел, какая у него машина? Я даже не понял, говорю, какая машина? BMW, последняя модель. И я смотрю, он умирает. К нему стучат. К нему говорят, эй, Вася, Вася, смотри, у тебя нет BMW, как у него. Мысли. Погоня за материальным. Постоянные мысли, что у кого-то в миру, кто не служит Богу, у него больше. А я служу Богу, у меня меньше. Почему так? Мысли о старой жизни, так у многих. Ой, расслабиться. Старый мой любимый бар, где я сяду, затянусь. Какие были хорошие годы. Только ты забыл, что ты был наркоманом тогда. Но зато, вот затянешься сигареткой. Мысли о старой жизни. О старых подругах, о старых одноклассниках. Помните этот сайт Бесовский? Он же постоянно стучит тебе. Я помню, когда эти одноклассники появились, я там только зарегистрировался. Сразу какие-то старые подружки всплыли. Фронтовые какие-то. Помнишь, как ты на гитаре нам играл? Я сижу, я говорю, слушай, смотри, я их не видел сто лет. Я забыл, что они существуют уже. Паша, здорово, помнишь, в школе, там, I love you. Какой I love you? Ты что не видишь, у меня четверо детей? Я пастор, куда ты стучишь там в закрытые ворота? А это все мысли. Это все мысли. Следующий вид мыслей. Это зависимости. Зависимости наркотические, алкогольные зависимости. Это всегда мысли, которые просто приходят из прошлого. И человеку нельзя, большинству людей вообще нельзя подходить близко к логике. С алкогольным магазинам. Нельзя даже читать местописания там какие-то, которые просто соблазнят. Нельзя возвращаться к наркотикам. И смотрите, что интересно. Дальше Писание говорит. Удивительно. Ух ты, как это переключилось. Страничка, стойте. И Библия говорит. И придя, находит его выметенным и убранным дом. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя. И войдя, живут там. Смотрите, какое страшное слово. Войдя, живут там. То есть приходит этот дух, стучит. Дома никого. Он говорит. Парни, тут же сейчас мы кураж устроим. И он приводит вообще старых уголовников. Еще семь человек хуже себя. Они заходят в этот дом. И они делают, что хотят. Злейших себя. Слово даже какое. И вот у меня даже эта проповедь в какой-то степени родилась из одного свидетельства. В какой-то степени. Я вообще часто размышлял об этом. Но вот этот парадокс христианской жизни, когда люди, живя во Христе, открывают свою дверь. Вот для всех этих мыслей, о чем я сказал. И не понимают, что туда залетает огромное количество бесов, которые становятся еще хуже, чем предыдущие. И вот историю. Я сижу с одним братом. Скорее всего, он будет смотреть мое свидетельство. Потому что, ну, мой рассказ. Он вообще все мои проповеди смотрит. И вот мы с ним как-то общались лично в ресторане. Он приехал в Европу ко мне специально. Вот приехал специально со мной встретиться, рассказать своей семьей свою историю. Он говорит, пастор, ты знаешь, я, говорит, мы с женой эмигрировали в Голландию. И говорит, жили с женой в Голландии. Ну, Голландия страна, много марихуаны. И он говорит, и я пошел просто, как все голландцы, стал покуривать. И говорит, покуривал, 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 покуривал. И говорит, через пару лет я просто понял, что я зависимый человек. Я на работу уже не хочу. Я живу, как непонятно кто. Сижу в компьютере, играю. У нас появились проблемы в семье. И жена говорит, слушай, ты наркоман. Он говорит, да какой я наркоман. Наркоман это кто колется, кто еще что-то. А я на работу все-таки хожу. Ну, курю. Ну, а так-то нормально. И жена говорит, прекращай давай. И он поехал на родину, сюда, в Россию. Он приехал не в Россию, в одну из советских республик бывших. Приехал и встретил одного брата, который очень близок к нашей церкви. Хотя там живет. Мой хороший друг. И мой друг ему рассказал Евангелие. И сказал, что ты уже зависимый человек. Тебе нужна свобода. И он говорит, я такое пережил исцеление. Не только даже от этих марихуаны. Я еще, говорит, освободился. У меня спина болела. Бог меня исцелил. За одну молитву. Вот о чем я ему сказал. Одна молитва. Интервенция Духа Святого. Вук. Он говорит, я такое пережил. Как энкаунтер. Мы у него дома сидели. Молились на коленях. Плакали. Я, говорит, встал. А тот брат, который ему проповедовал, такой охотник, здоровый мужик. Он такой, настоящий русский мужик. И он говорит, я встал. Говорит, у меня свобода в душе. Свобода в глазах. Я приехал домой. Жена, говорит, я тебя не узнаю. Ты откуда? Он говорит, да я Господа встретил там. Пойдем в церковь. Взял жену за руку. Привел в церковь там в Голландии. Все. Жена так же. Все. Обрадовалась. Живут. Прожили год. В церкви. Христиане замечательные. И он говорит, идем из церкви. Идем. По улицам Амстердама. Запах марихуаны. И он. Один раз. Можно? Чуть-чуть. Жена говорит, слушай, ну ты свободный человек, конечно. Но не надо тебе вот этого. Он. А ну. А ну. Просто одну сигаретку и все. А один раз. Ну так хочется вспомнить старое. И так вот. И все. Один раз. Больше не буду. Жена говорит, ну смотри. И он говорит, я зашел. Вот так. И на два года. Не работай. Ничего. Говорит, все потерял. Наркоманом стал последним. И говорит, ты знаешь, пастор, я эксперт в грехопадении. Эксперт вот в этой истории, которая говорит мне сейчас про это. Что приходит семь злейших. И говорит, когда эти бесы пришли, семь злейших, я понимал, что я даже вырваться оттуда не могу. И когда я это свидетельство услышал, я подумал, сколько я знаю историй. Огромное количество историй людей, которые боролись в своих мыслях. Боролись, но в конце концов открывали дверь. И сатана находил этот дом убранным. А почему он его находил? Вот возникает вопрос. Ну почему, собственно, в доме никого не оказалось? Почему? А ведь там кто-то должен был жить. Так ведь? А кто же должен жить? Откроем параллельно. Откровение 3 глава 20 стих. Удивительно, что ту же самую мысль говорит Иисус только с обратной стороны. Смотрите. Откровение 3.20. Библия говорит. Иисус говорит. Все стою у двери. И что написано? Стучу. Иисус говорит. Я тоже стучу. И тоже стучу в твои мысли постоянно. И если кто услышит голос мой, он говорит, услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. То есть он говорит, я кушать с тобой буду вместе. Я войду в твой дом и буду сидеть с тобой рядом. Это ты скажешь, ну как ты Иисус войдешь? Хорошо, давай следующее место писания. Замечательное. Это написано в Иоанна, 14 глава, 16-17 стихи. Апостол Иоанн пишет слова Иисуса. Иисус говорит, я умолю Отца Моего и даст вам утешителя, да пребудет с вами вовек. Он говорит, когда я уйду, утешитель к вам какой-то придет. Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Смотрите слова какие. Он говорит, святой дух не только будет с вами, он в вас будет. Он будет внутри вашего дома. И когда он будет внутри твоего дома, тогда какой бы стук ни был, ты говоришь, вору занято. Понял? Я живу здесь. Мой дом всегда с включенными окнами. Там всегда работает стиральная машина. Там всегда включен, там туалет смывается, потому что он занят, этот дом. Тебе, бесы, здесь делать больше нечего. К сожалению, люди, они не мыслят таким образом. Они как-то теряют шаг за шагом свои откровения. Они опять увлекаются какими-то мыслями. И все начинается с мысли, ой, Ленка, он живет, смотрю, в миру, в церковь не ходит, а машина лучше, чем у меня. Ты глянь, вон Серега, тот мой одноклассник, ты глянь, в церковь не ходит. А ничего, ни наркоман, ни алкоголик, хотя каждый день с бокалом вина сидит. Ты глянь, вон смотри, Светка, ты глянь, вот живет нормально, с мужем не развелась, до 60 лет, и в церковь не ходит. А может быть, и вот эти мысли, а может быть, эти мысли приходят на уровне тебя одного в твоем внутреннем диалоге, в который ты никого не пускаешь. И сатана говорит, да, может быть, действительно. Вы знаете, духи всегда ищут место, где жить, всегда, и они опять стучатся в твой дом. Помните эту историю удивительную со свиньями, когда Господь изгнал бесов из Годоринского бесноватого? Он изгнал этих духов, и бесы говорят, пошли нас свиней! Я представляю, что они именно так сказали. И вот написано, что Иисус позволил им войти в свиней. И я по перванке своей христианской жизни думал, что ему свинюшек, что ли, не жалко? Ну, свиньи тоже, ну, не люди уж, ну, живые существа. И вроде думаешь, что в свиней-то? А вот прочитав местописание, что бесы ищут, куда войти, видимо, Иисус просто сделал такой вывод, что лучше в свиней, чем в людей. Это уж точно. Но удивительно, что когда в свиней вошли нечистые духи, заметьте, свиньи тут же бросились с обрыва в море. Другими словами, они тут же исполнили волю своего Господина, которому нужна только твоя душа. С чего я начал свою проповедь? Ты, может быть, ее слушал, думаешь, а к чему название? Нечистым духом им не надо обогащение. Нечистым духом не надо стать президентом. Им не надо каких-то сексуальных развлечений. Нечистым духом не надо захватить мир. Им нужна только твоя душа. Им больше ничего не надо. Поймите, дорогие мои. И эти нечистые духи, войдя в бесов, в свиней, свиньи тут же, не имея своей воли, исполнили предназначение и видение нечистых духов. Человек не так. У человека есть своя воля все-таки. В нем даже живет нечистый дух, но он все равно может бороться. Нечистый дух даже говорит ему, смотри, Коля, ты уже перепил, пора повеситься. И Коля раз идет вешаться, заходит в туалет, сидит в туалете, натирает свою веревку. Бес ему говорит, да, Коля, пора. Он только сел, говорит, перед смертью закурю. Раз закурил, покурил. Потом, чекушку выпью еще осталось перед смертью, чтобы легче умирать. Раз чекушку выпил. Потом беса, давай. А он, что-то жизнь налаживается, а я вешаться собрался. То есть все равно человек каким-то образом, его воля, она противостоит, как будто бы вот этим духом. И он не сразу вешается, не сразу творит беззаконие. То есть его воля, она еще как-то сопротивляется. Но Иисус показал, что все равно результат в конце будет тот, который был у этих свиней. Вот такой будет результат, не другой. Вот это их цель. Вот это цель твоей любой зависимости. Вот это цель твоих мыслей. Вот это цель и конечный результат того, от чего ты сегодня страдаешь в своих мыслях. Ты здесь, дорогой мой? Как-то я опять запрыгнул в свои размышления, сижу, мучаюсь. Что-то очередной раз. И думаю, Господи, может я не так что-то делаю. Может иду не туда, размышляю. Говорю, да нет, Слово Божие говорит, что я спасен. Ну какой-то радости нет. Я сижу и так размышлял что-то в своих мыслях, замучился. И говорю, Дух Святой, ну ты же во мне, я же не пускаю никого. Ответь мне. И такая ясная мысль внутри меня приходит. Прям ясная, и с ней не бывает. Если ты будешь дальше копаться в этих мыслях, расплатишься своими детьми. Я так испугался. Я прям в ужасе был. Я думаю, то есть результат моих мыслей, в которых я могу закопаться, разочароваться в Боге, кого-то хамить, с кем-то бы не соглашаться, в результате ты просто потеряешь своих детей. И я вспомнил прям историю одного пастора, которого я лично не знал, хотя встречался, но мы не были друзьями, который реально там разочаровывался постоянно, с тем не соглашался, церковь не росла, постоянно какие-то разочарования. И он прям открытым текстом сказал, все, да я ухожу с пасторства, ухожу, буду там работать просто мирской жизнью. И вы знаете, вроде ушел, кажется, да что такого, многие же живут мирской жизнью. Но он ушел. Прошли годы, немного, там лет пять или сколько. И я его увидел опять, но я не стал с ним разговаривать, потому что там была другая атмосфера совершенно. Но я поговорил с людьми, с другими пасторами, его знакомыми. И они вдруг говорят мне, ты знаешь, я говорю, как он сейчас живет? Они говорят, работает в баре, в баре, в ночном. Развелся своей женой. Трое детей, все живут распущенной сексуальной жизнью, все трое. И говорят, вот это результат отступничества. Просто отступничество. Хотя в мыслях, вроде бы, ну я честен сам собой, как некоторые говорят. Слушай, ты нечестен, ты запутался, тебя развели. Потому что сатане нужна только твоя душа. Все. Ему не нужно просто там, чтобы у тебя были хорошие машины или еще. Ему нужна твоя душа. И больше ничего, нечистый дух не преследует никаких других целей. И если мы поймем, что результат моих страданий в моей голове, это моя смерть, и в конечном итоге моя душа, и в будущем заблуждение моих детей, то цена слишком велика, братья и сестры. Поэтому лучше всегда возвращаться обратно к Святому Духу. И сказать, Дух Святой, не дай мне быть экспертом в грехопадении. Я хочу снова держаться за тебя полностью, от начала до конца. И апостол Павел, зная эту истину, во 2 Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стихи, он говорит, он говорит ту же самую мысль, что вся наша битва в нашей голове. И он говорит, оружие воинствования нашего не плотские. Павел пишет, он говорит, ребята, я знаю, от чего вы страдаете, другими словами. Оружие воинствования нашего не плотские. Мы не плотью стараемся сражаться. Мы не просто хотим доказать кому-то, что мы лучше, чем мы есть. Мы не хотим доказать, что у нас там, вот этот машину купил, я куплю больше. Мы не хотим жить в зависти. Он говорит, все оказывается в моей голове. И цель меня умертвлить. Но сильный Богом оружие наше, на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы. Он говорит, у сатаны есть замыслы. Поймите, сатана умнее любого человека. Он лучший психолог на земле. Лучший. Ты живешь на земле 20 лет, 30, 40, 70, 80. И у тебя есть какой-то опыт жизненный. Но сатана живет со времен существования земли. Он знает, как люди реагируют на то или иное. Он знает, он лучший психолог. Вот поэтому говорят, почему бабки-предсказательницы то предсказывают. Почему там экстрасенсы предсказывают. Они слышат тоже голоса, только не святого духа. И эти голоса предсказывают какие-то вещи просто по поведению людей. Потому что психолог, он знает, если сегодня так, то скорее всего будет вот так. Если сегодня, то потом вот так. И ты пытаешься тягаться с психологом, который лучший эксперт. Он всегда тебя обманет. Он всегда сможет доказать, что твои мысли это и есть истина. И в конце попробуй. И когда ты открываешь свою дверь, туда входит 7 и еще более злейших. И потом ты понимаешь, что ты раб. Ты открыл дверь не тем людям, не тем личностям. И они в конце концов мучают человека. И мучают не просто одного. Они способны мучить целые нации. Они способны обманывать людей, которые сталкиваются потом в кровопролитных войнах. Которые пишут в фейсбуке сегодня друг другу, кто правее, русские или украинцы. И люди ругаются, даже будучи христианами, пытаясь понять, чей Крым. И люди не поймут. Бесы развели. Просто дьявол взял и развел. И только чисто Евангелие, возвращаясь к Иисусу, который вообще мыслил по-другому. Совершенно другими истинами. Он говорит, слушайте, истина сделает вас свободными. Всякий делающий грех есть раб греха. А вот истина сделает вас свободными. Не теряю вас, дорогие мои. Так вот, возвращаясь к мыслям. Я помню, как один в 90-е годы певец один пел. Мои мысли, мои скакуны. И вот я прям подумал, точно. Наши мысли, это прям такие скакуны. Причем не самые лучшие скакуны. Они скочат, скочат, скочат. Пастор, скачат. Нет, вот они именно скочат. И апостол Павел дальше пишет. Оружие воинства не нашего, не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божьего. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Павел говорит, да я все свои мысли беру. Чего-то я не понимаю, я их в послушание Христу. Просто любые мысли, соблазны в послушание Христу. А что-то пастор не так поступил в послушание Христу. Что-то жена не та в послушании Христу. Чего-то там я, кажется, перемолился. Что-то не работает в послушании Христу. А что это у нас так много динаминаций, и все не дружат друг с другом? В послушании Христу. Я не знаю. Потому что конец твой, это будет твоя душа, когда соблазнишься. Знаете, один пастор сказал однажды, говорит, к нему подошел человек в церкви и говорит, пастор, меня так одолевают мысли. Мысли сексуальные, похотливые. Мысли там всякие. Говорит, не знаю, что делать. Помолись, чтобы этих мыслей больше не было. Пастор говорит, я могу за тебя помолиться, но в этом случае ты умрешь. Молитвой, чтобы ты умер. Тот, почему? Он говорит, только когда ты умрешь, перестанут эти мысли быть. Потому что он всегда будет стучать. Всегда. Но кому ты откроешь дверь? Дверь, которая стучит тебе, давай погуляем. Либо ты откроешь дверь Иисусу, который сказал, я тоже стучу. Я тоже каждое утро стучу. Я тоже, Дух Святой, каждое утро говорю тебе, вставай, Вася. Давай, новый день борьбы. Тебя ждут великие дела, Вася. Читай слово. Восстань. Когда тебя гонят, Вася, почувствуй, что ты сегодня со Христом. У тебя есть смысл вечности. Не теряю вас, дорогие мои. По этой причине я возвращаюсь к мыслям. И мысли самые сегодня популярные, о чем я назвал какие. Я хочу их снова повторить. Мысли о зависти. Мысли о погоне за материальным. Мысли о старой жизни. Мысли зависимости, наркотической, алкогольной и других. Сексуальные мысли. Мысли неверия. Мысли неверия, это вообще страшная вещь, когда человек просто не может сделать анализ, и он не верит. Просто не верит. Один человек в нашей церкви, как-то я с ним встретился, он пять лет был в церкви, и потом говорит, а я все, я перестал верить. Я говорю, как так? То есть ты верил, ты ходил в церковь, а тут перестал. Что случилось? Ну, говорит, вот так. Просто взял и не верил больше в Библию. И я знаю, всегда причина, это всегда грех. Всегда. Вот что хочешь, делай. И потом так и вскрывается. Точно. Человек залез так глубоко в грехи, что автоматически перестал верить. Всегда, когда ты залазишь на территорию бесов, первое, что они тебе говорят, Бог тебе не поможет. Бог не поможет. Если ты окажешься в квартире с семью уголовниками, которые закрыли дверь, и там ночью у тебя нет сотого телефона, и они сидят с ножами, то тебе трудно верить, что полиция тебе поможет. И вот точно так же бывает с человеком, который попадает к семи злейшим. Братья и сестры, упаси нас, Господь, упаси нас, Бог, попасть в отступничество, в страшное отступничество, куда приходят семь злейших. На этой вот ноте я хотел, чтобы мы поднялись и молились против наших мыслей. Потому что знали, что Писание говорит, оружие, у нас есть духовное оружие крови Иисуса Христа. Против тех, которые хотят только нашей души. Они больше ничего не хотят. Они хотят нашу душу. Но оружие воинствования моего, оно не плотское. Я не плотью сражаюсь с дьяволом. Я не стреляю в него из автомата, как стреляют эти в боевиках голливудских фильмов. По бесам, по зобби из автоматов. Поверь, духовные существа не боятся ни пуль, ничего. Они, кстати, как раз их изобретают, чтобы люди, убивая друг друга, отдавали свою душу сатане. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердинь. Твердынь, демонических твердынь, которые он уже дьявол построил в нашей голове. Уже целые замки, уже целые укрепления, уже такие гнезда свил. На разрушение твердынь и ими, то есть этим оружием, мы не спровергаем замыслы сатаны. И всякое превозношение, превозношение, всегда горделивый дух против Бога, восстающий против познания Божьего. Я знаю, я атеист, я знаю, наркотики мне ничего не сделают. Ну и что, что я курю, все нормально. Ну и что, что я альфа-самец. Все равно женщины меня любят, все нормально. У меня все нормально. Пленяем всякое помышление в послушании Христу. Павел говорит, пленяй, пленяй кровью Христа, пленяй кровью нашего Агнца и приглашай Святого Духа. Каждое утро, Святой Дух, приходи ко мне. Святой Дух, живи со мной. Святой Дух, направляй меня. Так интересны много областей в христианстве, которые направляют меня для того, чтобы я был успешен. Дай мне наслаждаться другими вещами, вообще другими. Спортом, наслаждаться другими, может быть, хобби, если ты одинокий. Возьми, наслаждайся тем, что ты в семье, наслаждайся бизнесом и, самое главное, наслаждайся Святым Духом. Тогда все остальное будет в порядке.